всем привет дорогие друзья добро пожаловать обзор варкапа 242 насколько я помню если мне память не изменяет моя бывшая до 242 как у нас от великого и ужасного зерга плюс этот адреналин дел не знаю чем занимался зерк чем занимался адреналин я думаю мы можем уточнить эту зерга если кто-то вдруг захочет но я этого делать не буду карта достаточно старая карта из серий целой серии картрон бед можете все их поиграть они все очень классные мне единственно не нравится только анда царекс и этот зерк карты а все остальные они очень даже ничего а и дед а муэн травму вики последняя карта тоже дебильная ну в общем что мы видим дизайна особо нету до свет у нас такой искусственный неплохой и здесь у нас просто паники здесь у нас дабл джамп для цпр непонятно зачем здесь у нас не довели бруш но сразу видно что зерк на вот этот подел сразу сразу видно еще у нас парик для адреналин джампа внизу нас вода она что делает ничего ничего это возможно тоже делал зерк может быть и адреналин решил причем здесь два и так а здесь я могу бегать по полу если у меня многие находятся вне воды но при этом тело в воде я могу бегать как будто бы не в воде очень странно в общем то если мы упадем никаких телепортов не видел никаких килл триггеров у нас здесь нету это значит что нужно быть предельно аккуратным здесь у нас по моему здесь что тут что-то да есть такой поворотик поворот налево начинается дизигом а как яркий йота так начинается начинаются пады которые должны с вами перелететь стоит скелет видимо дух сайрекса здесь надвисает ну и внизу у нас есть рампа и вот эта рампа давайте спустимся и здесь опять же дизигом развернутые арки у у просто неврезанная браш и не знаю ну возможно вот эту косяк адреналина они они возможно просто пополам решили типа зерк такой суши адреналин давай я там короче браш не доведу в радианте потому что никто 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 не заметит это всего лишь третий патт на карте и он а я не буду врезать вообще ни пизды и вот таким вот образом у них все получилось и получилось еще так что здесь кривенько да ужас ужас какая кривая карта то здесь норм идет они вместе идут а здесь опять же расхождение но они они видимо разделили вот так вот карту пополам один делал одну половину другой другую половине не знать чем-то следует не будем не будем уж ну коль это карта зерка надо и к зерковскому относиться правильно с другой стороны зерк скажет дача да я так чисто вот на финише и ты вот дуги сделал у ли мне ну и все значит здесь у нас в общем поворот здесь будут очень интересные спейсинги как я понимаю и собственно финиш без все здесь у нас и репортов опять же не завезли пройти более-менее быстренько и так что у меня это получится но я пытался любом случае еще такой момент да здесь нужно как-то приземлиться чтобы здесь дабыл джампить это такое очень интересно но можно и не дабы не дабыл джампить в общем то там финиш мы уже знакомы и давайте подойдем наверняка многие эти вот одни да не тяни нить и не право право давай право что-то право после бежит синий розы руинит там часы в воде что право ребят я сам скажу что право вот здесь значит я он зачитаю конкретно хокса то что он написал в комментариях и укажу на его непостоянность и возможно некую некомпетентность в данном случае в общем то с при соблюдении определенных условий зависящих только от вас подчеркиваю они от ветра блять за окном пола ударяясь с определенной скоростью соблюдая определенный спейсинг в эту рампу и падая вниз можно словить об он ловится там предчета 7 из 10 что ли ну более-менее стабильно его можно выбивать если придрочить теперь цитата хокса час часа себя открыла для начала он пишет мы вначале эту карту поставили запретом на оба он пишет опять собом который нельзя юзать не интересно окей не интересно не играй пожалуйста потом пишет отменили валидацию даже на рандомные оба это же куча попыток нужно чтобы попасть в рампу под правильным углом с нужной скоростью да вот об это сказал но я говорит прошел сто раз ни разу не словил рандомного пропало желание тратить на это время дальше при том что ему в начале с вообще не интересно этого потом он пишет как это он стабильный если ты падаешь вам но я написал вот же стабильного как-то он говорит стабильно если попадаешь в рампу сначала а попасть в рампу можно по в разную точку летят сразу скоростью каждый раз под немного разным углом до даже делался их после замки глину пробовал воспроизводить его буквально миллиметр вправо и влево и все чуть больше меньше уже не ловится ну там был небольшой троллинг это да в общем то последний комментарий который нас интересует от лица хокса секундочку я еще кое-какой бонус скончаю немножко не подготовился извините и до обзор немножко задержки прошу прощения ребят сидели и поролос посреди пока на бонус а сейчас я буду буквально у вас сам немножко надо тут почему он идет все изи в общем то что нам дальше говорит хокс нам он говорит а давайте я давайте я вам прям хочу я туплю вот вам прям ой вот вам прям мазела вот и начитаем пробовал я найти численный диапазон параметров которые нужно попасть чтобы словить рандомный об а во первых об не рандомный идем дальше за основу я взял сейф-пост демки голема с гарантированным об ла 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 в этом прописывает то есть вы можете сами выставить эти значения и пробовать поиграть пробовал изменять каждый раз из параметров чтобы продолжал выполняться в итоге у меня получились такие диапазоны позиция в длине в абсолютных ординатах арты 336-343 но это весьма себе кстати говоря неплохо по высоте конечно тут немножечко сотые доли да не так не так кайфово так скажем по скорости 1158 1159 по скорости z тоже небольшой это ну то есть в координатах по длине как бы более-менее есть разлет а вот эту можно контролировать я считаю вполне себе найти спейсинг не то чтобы я этим занимался но я думаю данная тема я думаю очень было бы интересно роману потому что роман очень любит обы и вот кто-кто вот роман точно не скажет что обы блять рандомные типа так и того чтобы гарантированно словить об нужно соблюсти следующие условия а попасть в промежуток пространство в промежуток это между недотянутой брошью и падом на старте пространство в диапазоне 7 юнитов по длине 0,24 юнита по высоте d иметь горизонтальную скорость ровной наверное или уран ровно будем цитировать напрямую ровно 1158 1159 по оси x этого не путать с результирующей можно и на 1200 взлететь из которых вертикальная скорость в этот момент должна быть ровно ну вертикальной скорости одна единица тут разлет от конечно такое то есть я позвоню 1 юнита вывод карты оказалось реально интересное но только для изучения с собом который нельзя юзать неинтересно разрешили об неинтересно рандомная хуйня в итоге разобрался даже с собой грипп но интересно в общем все дальше ничего интересного тут не будет в этом не будем тут спойлерить идем дальше а в общем то мы разобрались на нужно с определенной скоростью соблюдая определенный спейсинг лететь вниз и ловить там об как он ловится для тех кто не знает мы все но посмотрим в демках поэтому ну вот еще на момент он насколько он может быть рандомный если люди без ну не то чтобы может быть и с проблемами но они его ловят и они проходят с ним карту он не настолько рандомный чтобы его невозможно было выбить то есть он рандомный он стабильно рандомный или как новые понятия вводить будем в общем-то и ладно по обам у нас будет еще отдельный ролик я его обязательно запишу и разъясню что к чему чтобы все всем было понятно и мы возможно внесем наконец-таки изменения в наши правила опять синий руинит бежит падла где ты падай ладно пойдемте смотреть демки карта очень интересный демок очень много начнем по традиции суку 3 очень очень рад и видеть романа жан привет просто просто красавчик что отправил очень очень круто посмотрим наконец-то посмотрим на первое место нигде кед с как его типа когда руки-то трясутся я забыл как синдром и симптом ну в неважно плана но оба 35 и один выку 3 а демок очень много поэтому мы будем смотреть без держки я буду пытаться говорить что-то во время демки ну пока все неплохо но оба или ну так написал так сбоку на здесь палочка есть я ее не заметил по ней можно без препятствий напрыгать не боясь что мы не попадем ну на таких этапах что я обычно говорю давайте всем чатиком играть пады и играть пады пады собственно и надо играть на неплохая демка все чистенько прошел миллениум на 2 секунды побыстрее кстати не забудьте поставить лайк под этим видосом на чекик у вас за баню всех нот миллениум эти две секунды выиграл только за счет того что набирал скорость более активно то есть он лучше чувствует худ здесь он на рамку минимально вообще залетел ударяясь об верхнюю часть трампы ну ему бы тоже конечно не помешало поиграть пады но в целом еще и зале еле залетел в целом очень даже неплохо очень даже честненько еще на 2 секунды нюк 31 и 1 кстати интересно что есть две карты ранам d enter и они обе стрейк и не обе сделаны для enter а типа ну продолжайте сами логичную цепочку кто знает enter а тут поймет кто не знает тут узнает ой 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 вот унюка вот здесь две секунды у кроме того он набор скорости у него более чистый более ровный из-за этого еще и финиш очень хорошо очень быстро сделала буквально получается минус 2 джампа ну грубо говоря очень круто вилка м скил репортов ну как так отвалидировали то валидаторы тоже здесь прыгал по боковой полосе здесь потерял к сожалению много скорости тем не менее все равно перебил своих оппонентов возможно гранд фрейм и почище и даже шел в бок интересно 39 к 3 гиггс разрыв кончился у вас хороший стат какой какие гранд фрейм и вы посмотрите на него на этого молодого человека кстати ребят кто хочет под подобраться опыта прямо я тут подумал почему почему вы не играете в онлайне в онлайне очень много топовых стрейферов играет очень много топовых вообще людей играет все старички играют в оффлайне потому что им уже не интересно играть типа оффлайне потому что там скучно в оффлайне ни с кем не поговорить не обсудить там проблемы квартплаты и вот это все пеленки там в общем-то разрыв у нас сокращается хотя опять же у 3 лекс братья каких-то как я помню из одного клана на 800 переводку 3 гидса заходите в онлайн заходите на сервера общайтесь со старичками спрашивайте что то что вас интересует смотрите за тем как они играют это очень тоже важно и вы сможете быстрее так вырасти в плане обладания информации где в таких ситуациях что делать сохранил 670 хорошо идет не попал на рамку но сделал хороший кстати граунд фрейм очень хороший гранд фрейм получился ведь даже немножко за нервничал под конец тем не менее 31 на самом деле я не понимаю пока что в чем складывается вот этот тайм для меня вот эти вот демки они одинаковые у нюка даже финиш самый лучший пока что но в целом типа они все для меня одинаковые и возможно основной тайм состоит в том чтобы начало бы с быстро пройти на граунд фреймить либо нет но давайте посмотрим у канует на 200 еще перебывает начало прямо со старта прямо возле старт триггера начало прыгать тоже по полосочке относительно прыгал ой очень много сохранил скорости еще и на рампу попал граунд фрейм конечно такой получился но ну как я понимаю от участков все зависит от участков на которых они фейлит ну так на любой карте но здесь она конкретно вроде бы разбита на несколько частей то есть можно и даже здесь по основным поворотом то есть это раз часть этот поворотом вторая часть идет кто как здесь пройдет потому что врезаться там стену это явно не выгодно потому что нам нужно уже сразу начальника это скорость перед теми падами вообще не зацепил рампу пашка гранд фрейм какой сделала почти прям ну у ее пашка пашка прыжок бы тебе еще жать поменьше ух очень долго павел жмете прыжок на дымка ух прям дымка очень классно 29 и 3 на соточку перевел пашку лунтик как ты мог ветерана ветерана дефрага так возможно лунтик не удариться стену я ударит а может быть и надо удряться нету мне кажется как то спейсинг можно подобрать чтобы не ударяться делать там грамм фрейм это будет намного быстрее по-моему так лунтик лунтик при этом ударялся об рампу и перебил пашку возможно на финише да здесь что-то еще и потерял там сделал пешком прошелся немножко вот как вот как он перебил как за счет старта что здесь происходит что за карта волшебная сербус привет 28 9 всех перебил и ветерана пашку и лунтика сейчас посмотрим как профессионал вот вот я же говорю вот и пошел 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 бум здесь обрамку тоже удариться она сохранила очень много скорости 800 часов шарлон на секунду почти перебил шарлон на секунду опять же Оооо, результация рамп Ооо, гром в фрэм, это был немного легкий И её закончили, я думаю, Outreach про кипоп перебил вообще про кипов вы заметили против браки попы что происходит про кипов бьет абсолютно всех абсолютно все бьет просто просто как не в себя грамм фрейм здесь и здесь грунт фрейм очки везде грунт фрейм еще вот-вот парки поп сразу видно он играет в онлайне много он смотрит за романом он перенимает а вы посмотрите просто на эту про кипов красавчик салчик а проблем с хейстом играл вот такой проблему по модельки это fox но сенс не видно чтобы он был 30 сантиметров поэтому это не хокс level стрейф кривенький точно не хокс может это локи хотя джам долго жмет ручной локи рожка а из запутал меня ишь ну я в общем то все сказал в такой необычной форме но волстрей в кривенький в целом набор скорости естественно давно пойду очень даже хорош что еще отметил долго жмешь прыжок это тебе мешает набирать скорость вот это же лишь почихал в твою честь будь здоров дамы не болей спасибо вам ребят тоже вы же мне написали бы здорово если не написали я вас за вами и если вдруг на следующий варка у вас демку не принимают по непонятным обстоятельствам вспомните писали ли вы будь здоров в чатике и вух третье место но очень хороший тайм от ивуха 200 разрыв это это очень круто там выплать я думаю ты можешь гордиться своей демкой и поэтому и я горжусь с тобой потому что очень приятно тебя всегда видеть на радарах в общем-то ивух никита вроде андет а вроде уже и не андет непонятно 25 и 3 плагающий ивух я не знаю в чем проблема возможно у него интернет настройки и те более ровный волстрей в хорошего волна рапу вы просто тут просто стрейф в чистом виде как говорится ну и кед тем же самым роутом молодец никита и кед второе место занимает немножко никита не добил возможны тут за то что не улагала где-то он терял к послушать какую-то скорость так кед со своими невероятными грамм фреймами где он а у него здесь возможно скорости побольше она скорее всего финиш ну так на на первый взгляд как будто бы финиш побыстрее ну и первое место неоспоримый просто лучший тиммейт и dpvc 2017 0 единственный человек который никому ничего не сливал просто красавчик который зарулил этот варкет варкет вам давайте посмотрим но очень много перебил вас 457 сот получается перебил и скорее всего насловил этот об поскольку я понимаю очень-очень круто идет об нет не словил нифига себе лечь че 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 давайте еще раз и давайте еще раз сразу не будем возьмем за привычку еще смотреть сразу в таймскейле какие-то дым ну топовые и здесь я думаю можно разобрать особенно стрейк особенно для новичков смотрите что происходит во первых прошу обратить ваше внимание на то что на то как уважаемый роман дефрагович нажимает на кнопку прыжка он нажимает на него не как вы при плазмаклимбе типа он и не жмет очень долго ее нужно жать именно в момент приземления в этом основная суть набора скорости на стрейфе и далее здесь безупречный контроль очень классный граунд фрейм на рампу и здесь уже с 1000 рубцов он просто разрывает кабины еще и мог упасть там чуть не не заступом залетел на папку очень круто очень-очень круто так цпм поехали тот же но опу назвать и нам сделал вернем от 68 ну поворачивает но достаточно хорошо правда как бы получается что набор скорости основной у него идет через а.д. или на какие кнопки поворачивают но я в общем-то рекомендую если ты вдруг смотришь этот варкап обязательно найди sky алина пусть возможно с кубе они с кубе этого окей возможно если ты хочешь если тебе это нравится у нас есть беседа вконтакте у нас есть дискорд группа где типа новички грубо говоря новички где им обязательно помогут подскажут там также есть есть я если тебе это интересно напиши в комментариях либо напиши в чате к тебя обязательно рекрутируют и помогут тебе освоиться со всем разобраться 25 3 ку-3 лекс не стесняйся если что мы тут не через слышненький может я попринял и как считает погружаем его если ты в ему смотришь давай разберемся что произошло мне неприятно эта ситуация хочу разобраться так почему-то спиной решил отталкиваться от рамка но я горит вес вес смотри детская пони сопоставая вес ну нормально нормально хорошо прошел более-менее скорость получше набирал чем но но над контролем так скажем маус мувмента все но конечно бы поработал ну что из-за того что рука вот так вот почему зерк занимал четвертое место могу даваться подряд потому что у него рука вот так вот хуерилась ну что он не смог он не он не мог контролировать мышку достаточно хорошо чтобы в некоторых моментах быть лучше типа но это по это тоже зависит я не у меня у самого высокий сенс был я знаю о чем говорю сейчас он у меня не менее высокий типа ну точнее менее но не настолько и и как бы я знаю о чем говорю плюс у меня еще и аксис ты так что не ладно милене 23 9 1 и 4 разрыв опять же очень очень большой разрыв так опять начинался от старт линии от старт линии давайте я вам сейчас прямо не обратил осадок девись я вам объясню почему не нам так делать возможно миллениум не знает возможно кто-то еще не догадывается либо догадывается но нет у него на языке это очень очень много скорости у миллениума нормально чистенько хорошо прошел получше в кутри конечно вот давайте представим что вы находитесь вот здесь вот вот эта надпись the frag в кутри вид сверху смотрим да это у вас старт триггер вы его пересекаете у вас начинается таймер внимание вопрос задача если вы начнете разгон отсюда набирая скорость и пересечете старт триггер со скоростью 600 и продолжите дальше прыгать или вы примите его подсюда имея стартовую скорость 500 даже меньше на 4 ну пусть 500 бы 500 мы взяли старту скоро мы с этой скоростью пересекаем старт в каком случае наша демка будет быстрее на полсеки в том что мы делаем максимально рано пытаемся набрать очень много скорости или чем мы просто быстрее заденем старт триггер механик я не знаю возможно в конце немножко подзаплыл вы поняли да вы поняли что не надо делать механик он фикс зерга я тебе настоятельно рекомендую его сменить особенно если будешь играть в оффлайне по конспектирую видосики очень пока хорошо все вот уважаемый механик очень много жмёт прыжок у него прямо видно было канал особенно с рампы прилетел у него скорость вообще почти не набиралась из-за того что он долго жмёт прыжок поэтому механик демка у тебя конечно очень красивая очень все плавненько и хорошо и моделька слышь прям ух москалькой фанул по любому и я в общем то рекомендую механик возьми себе под карандашик уборщица пятерочка 22 ты прыжок не надо жать так долго я наверно запишу короткие видосы какие-то типа основы стрейфа они будут очень короткие они вот строго по делу наверное надо перезаписать чтобы у вас ссылать на конспектирование этих видосов ну очень хорошая демка очень чистая опять же ничего сверхъестественного не происходит пока просто люди с максимум набирают пытаются набрать максимально скорости финишируем как как обычно с кубе это у нас кстати новичок 21 и 8 из украине то есть он горюши я украинец страшно это лечится так поворот и кнопка вперед вот скупе уже рекрутировали уже в а в серьезно скалин уже видите рекрутировали в а в и вот скобе пригласили также его по вскалин пригласил и мы ему там активно но не мы не конкретно я люди если нужна моя помощь меня естественно триггернут я отзывусь и помогу а так люди там все знающие сидят обязательно помогают очень хорошая демка сразу видно вот среди да вот сразу видно вот не а в да и а в уже 27 832 ты бать тайм и так как но на 500 дукач перебил ну дукач извините меня занимал очень хорошие места на фвц по моему а может быть и нет но на какой-то на мж капи мж капи очень даже тоже очень чистая демка в конце конечно подсуетился немножко но ничего страшного бывает с точно таким же таймом 720 фигеть фрейм в фрейм в данном случае я понимаю почему вы начинаете у старта во имя спейсинга вы можете сделать маленький прыжок в конце пара и сделать прыжок на старте падать это в любом случае будет быстрее чем вы делаете circle в старт-финише но выглядит визуально быстрее дмк 820 чем у дукача но дукач видите дукич правильно дукич если что я тут подумал что я неправильно иногда типа коверкано как мы с интерн тогда называли именно я продолжаю так называть по-смешному да грубо говоря я просто подумал что кто-то не знает как правильно читать и будет такой а дукач ну да дукач дукач это дукич дукич навел из белоруссии навел меня терзают смутные какие-то ностальгические сомнения что навел это старичок это убер старичок который когда-то играл я не помню в каком он то ли нт то ли нл может не помню в какой команде он был я точно уверен что навел это старичок поэтому навел если ты вдруг смотришь этот обзор обязательно напиши нам в комментарии очень интересно очень интересно старичок ли ты и если старичок то как она там вне до фрага живется вот с ним и 2 хулиган на соточку перебил так пашка легендарный вот пашка знает принципы из конца по до начинал сначала пары точнее лекарь конец но для кого как так норап упал 1250 и и и долго жмешь прыжок пашка пашка тебя демка свыку ты ничего не научилась что ли ты прыжок долго жмешь не понимаешь сенат тебя уже перебивать вышел прыжок жмёт меньше смотри смотри паша смотри смотри цепи дал бум 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 просто чик чик а все почему а потому что player name а в си стало быть сенат си мат стало быть а в это а в это команда это кстати у а вышликов скоро клан вар между прочим им надо готовиться я не уверен что о вышлики знают об этом но сейчас они уже знают очень хорошая демка булка-вилка немножко перебил совсем немножечко ой 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 вот опять же думал равную а же самая ошибка ребят не нажимаете так долго прыжок это вам это это вам срезает очень много скорости я вам я говорил и еще расскажу когда во время нажатия зажатия кнопки прыжок ваша скорость почти не растет если вы делаете три прыжка с таким долгим нажатием на прыжок вы теряете упсов 10-15 если не больше эти 10-15 упсов в дефраге это очень много люди борются блять чтобы три упсов на 3 упсов больше выбить чтобы там какой-нибудь минус джамп сделать а вы вот так халявничаете раскидываетесь а мне похуй я вот я здесь пять упсов потеряю здесь 10 я все равно перебью тебя сенат ну типа не надо так делать играйте пады просто не за сядьте вот-вот вот вы смотрели сейчас обзор обзор кончится обязательно поставьте лайк подпишитесь идите играть пады видите поиграть и полчасика пада идите на 3 хаос бета 3 можете в этом видосе про стрейф нас которому же кстати 10000 просмотров найти там вроде в описании есть эта карта риг хаос бета 3 если нету не знаю напишите в комментариях вам напишу название и в общем играйте пады играйте нелегкие пада идите сразу на кент фиолетовый или черный пада и торчите их и заметьте что результат у вас будет лучше если вы будете прыжок нажимать кратковременно именно во время приземления ладно короче шаркости из usa шаркости шаркости окей я попробую объяснить вам несколько моментов если вы сможете это очень хорошо я не знаю это очень хорошо это очень хорошо омя омя ОМЕГОД Это ОССОМ, ШАРК Я не знаю... Один момент Для других игр В ДФРАГ В ДФРАГ В ДФРАГ В ДФРАГ В РФЛИКС Не важно Не важно how long you press Jump button You always will uh gain speed So In ДФРАГ to one of uh general moments in strafe you need press jump just frame perfect and then you will not lose so much speed in when you striking дима дмитрий андреевич для тех кто не знает это уважаемый маппер с рефлекс рейса который сделал офигенную карту которая немножко не по 1000 но это ничего страшного офигенную карту 19 рвц 19 3 что ли да я не помню очень классная долга очень чисто прошел вот рефлексеры до ворвались хуяк и всех перебили но лунтик конечно тут вне конкуренции лунтик любом случае должен был бы перебивать если помни перебил пришлось было тикнуть кстати лунтик у меня к тебе деловое предложение я знаю что играть у тебя не очень хорошо получается в том смысле что ты типа очень много потеешь а результата видишь почти 0 до тем не менее я результат вижу какие многие я думаю видит лунтик ты 1338 тяпы 1338 джам как на один урс больше опять же очень хорошо прошел по спейсингу получалось так что ему надо было более широким путем идти но тем не менее перебил и убил 24 на 400 перебил лунтика бедный лунтик бедный лунтик хантер я тебе ненавижу посмотрел спидраны по квейк 3 арена тут знают а здесь все неплохо о ей он не попал на рампу вообще как бы и залетел сверху при этом еще спейсинг узкий получился очень круто очень круто так шоу растут и фил на 80 период так тоже на рампу не попадал жесткий спейсинг должен получиться да еще и под конец его сам зону попал а я snap и кстати не врубила ну ладно сейчас включим ничего страшного нюк на фрейм перевел ну дельки очень хорошие не знаю очень приятно смотреть эти демки нету чего-то если карта в целом прямая да как бы нету чего-то такого где можно было бы прям сильно запороться и где типа ты можешь сказать что вот так неправильно надо вот так делать но здесь как тут как то так здесь на самом деле так крутится было совсем не обязательно как показывает демка пройдено конечно очень круто но вокруг ребенка мне понравилось больше как показывает пил топил по моему просто взял и залетел птица было вовсе не обязательно было просто можно было достаточно просто вовремя начинать набирать скорость космобайкер дни про круин 1488 чек тоже на рампу не попадал набирал очень много скорости очень близко к углу повернул в конце вот здесь кстати потерял наверно полки шок ты потерял что стоим его ждем казаем андрюха привет и опять забыл какой-то изник на youtube если напишешь я вспомню прокрут сервер кстати кстати все либо ничего больше не скажу очень хорошо . вот сразу вот вот здесь занятия и выиграл космобайкер вот и поленился в конце еще довернуть траекторию свою а займ не поленился на что он более опытный он знает о чем дело этом у него есть чуйка вот это что буду буду повернул 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 более того очень близко к углу и запись вообще идет хорошо кому и на 300 перевел опять же время спейсинг близко к старту лучше найти другой спейсинг чем вот так стартовать потому что вы реально теряете очень много по опа 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 еще разводить посмотрим как был словлен это топ давайте разберем вот он даже вот сайда подождите он он до того как начал делать circle уже стартовал чем чревато начинание у конца под смотри смотри а нет ну тем не менее это все очень плохо так вот он идет идет как словился это топ я понятия не имею но зачем поворачивать кнопка 3 вперед я тоже понятия не имею видимо занервничать ух ну очень круто волка но это молодец словил это другую пожалуйста вот стабильный лоб вот пожалуйста он еще и сместился то есть в определенный момент он начал смещаться на 28 ушел вперед на 28 юнитов и словил этот ровно на 200 его хардкор перебил он еще там и рампу за скимил ну короче жесткий об какой-то а кто же рамку на рамку не попадал очень много скорости набрал и повернул на по вроде к сожалению потерял очень много тоже псов 40 губцов потерял то очень холли холли 15 лет там скейлин репорт очень много скорости 1400 ну тут конечно да пришлось немножко под сбросить хотя с другой стороны можно было бы немножко поднабрать и сразу на финиш перелететь как тебе такое холли 18 сделал ух я вы прям ух но 19 тоже хорошо и считай замкнул замкнул не читерскую не читерский топ ты можешь взять топ-1 а дальше читеры идут их кикнем всех потом забаним ты один останешься все нормально кипер 17 5 в дракономанию переиграл как приличить кипиша есть такая игра или мультик в беды не измельчинский топ-2 она начинает идти кипер 17 5 вяде не ухаживай больше на евро я не спрашиваю а дырый а шер а дырый ухаживай а дырый ухаживай ухаживай прости чоп еще две тысячи красавчики насколько рандомный этот опаш два человека уже его словила два человека его словил варпак андет выпускник молодежки андетов андет чуниор так уау уау 2000 бرفз красавчик я просто как на американских горках тут руки поднимаю и я рыбу шарон найс тайм игрина из таймэн айн о вот , два нет комментов, я просто смотрю, что это отличная демо Смотри, он очень, очень нестабильный, смотри Против народа не попрешь, как, а как, а как Каким-то образом вот ловят, есть же какой-то значит рецепт, правильно, что все копы и смогли Да, вон арка пишет даже, да, да, есть какой-то рецепт, да, я говорю, блядь, арка, арка пиздеять не будет, я вам отвечаю Спайс из Польши, если это Пол, то это очень круто, если это Рю, то тоже очень круто Вот, Криджон вообще, блядь, на первом фане, пожалуйста Тоже, почему нет, очень хороший первый человек, хотя у Холли был очень близкий на самом деле, тоже особо Ну, я не буду комментировать, тут нечего как бы комментировать, оп, он и оп Понятно, что тут все зависит потом от, ну, может быть, кому-то непонятно, окей, давайте, давайте я скажу Все зависит от старта, от того, как вы начнете и от того, как вы закончите Потому что момент с опом, он у всех одинаковый Все вылетают на 2050 от соп В конце, вся суть в том, чтобы максимально быстро начинать поворачивать на такой скорости Максимально быстро попадать на финиш Спайс занимает, кстати, третье место И Маскаль 16.3 и Икарус 16.3, одинаковые таймы Почему у Икаруса не написано Undead, не знаю Видимо, его уже кикнули из Undead за то, что он не пишет Undead Демонейм Undead и Икарус Так, пошел, пошел, Маскаль, пошел, камбэкнулся С девушкой на 10 не расстался, почему ты вдруг играть начал Бум Изи 92 минуты Севертайм Ну это все играли, а Маскаль Это, это другие, это другие там играли кто-то Это кто-то другой там играла Маскаль просто пришел, за минутку такой бух и все, все сделал Икарус Очень классные демки Очень-очень насыщенный получается обзор, когда есть обы Согласитесь? Или когда есть карта с обом Вот с таким какими-то, да, таким интересным Бум Еще, он еще и поднабрал Но он повернул вроде получше Финиш у него вроде получше, на старт хуже Почему тогда ты акцентировал на 0-0? Ну, не знаю, так получилось Ну и VR-чик Undead Cyrox Пока мы в Undead-овской тусе обсуждали все это дело Cyrox взял и порешал всю тусовку Не знаю, почему не отправил Поэтому я просто ее покажу вне Вне этих самых Здесь Зарешала траектория Просто Зарешала траектория Такие вот демули у нас Давайте посмотрим Undead и в топе Только почему-то У Икаруса не написано В демонейм, что он Undead В общем-то, очень было приятно видеть Романа Думан Плайт Тоже очень круто, что отправил Шаркости Я очень апречировал Твоя демо из Кульность Ну и в общем Что я могу сказать Как подытожим Подытожим таким образом Я немножко за анонсю Вначале мы ставим лайки Подписываемся Пишем обязательно какой-нибудь хороший комментарий Чтоб мне было Очень приятно читать Я поставил на него сердечко И ожидаем в скором времени Короткий ролик про оба Короткий ролик про стрейф И ждем результаты Финального раунда Рефлекс World Cup Я сейчас иду как раз в финальный В общем-то все, ребят Обязательно играйте Следующий War Cup Порнстар Порнстар Ран 8 Очень прикольно Очень хорошая Очень хорошая работа Порнстара Реально очень интересная карта С великолепной рампой Которую уже все в комментариях Отметили И Троихуйной Троихуйной Левелшотом Троихуйным Ну все, ребят Всем спасибо Всем до свидули Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok